всех приветствую продолжаем знакомиться с интересными людьми актрисами барбара ламар американская киноактриса танцовщица сценарист легенда немого кино прославилась вамплуа женщины вам точных данных о времени и месте рождения актрисы не сохранилось я цитирую википедия родилась 28 июля 1896 года в америке 1904 дебютировала на сцене театра сыграв его спектакля хижина дяди том в 1913 в возрасте 16 лет серьезно занялась танцами стала выступать в кабаре увлекаясь писательством она опубликовала несколько рассказов в газете где работал ее отец было очень красиво и с юных лет привлекала к себе внимание мужчин конце тысяча тринадцатого года вышла замуж за ковбоя джека литтла но спустя несколько месяцев когда она провела время на его раньше это умер внимание а вдове фрита погрузилась депрессию стала много пить но тем не менее вернулась в лос-анджелес и продолжала танцевать под имени фолли литтл известно что в то время и арестовали за участие в шоу стрип-тис клуба после чего она сменила псевдоним на барбар лама 314 году красота барбары ламар покорила известного лос-анджелесского адвоката лауреца конверс 2 июня 1914 года любовники поженились их брак спустя несколько дней был аннулиров власти предъявили конверсу обвинение в двоеженстве у него была жена и трое детей и отправили конверса за решетку там конверс по-видимому совершенно потеряв рассудок от любви к барбаре покончил с собой разбив голову о стену потеряв 18 годам второго супруга ламар продолжила карьеру танцовщицы как в составе трупы так и сольными программами она выступала в чикаго новом орлеане и в конце концов добралась до бродвее а в 1115 году ее танцевальное шоу можно было увидеть на всемирной выставке сан-франциско в октябре с шестнадцатого года барбара ламар вышла опять замуж на этот раз за актера и популярного танцора тех лет фила энсфорд вероятно юный красавица оказывала на мужчин поистине роковое влияние чтобы окружить жену роскошью энсфорд начал подделывать чеки за что его судили посадили в тюрьму начале 1118 года ламар развелась с ним не прошло и несколько месяцев как барбара обзавелась четвертым мужем в 1118 сочетавшись с браком со своим танцевальным партнером беном дилле в 1120 году красота ее привлекла внимание продюсера луиса майера и он предложил девушке принять участие в мелодраме гарриет и волынщик где ведущая роль была отведена кинозвезде тех лет они тесте оказавшись в голливуде ламар быстро развязала нужное знакомство ее карьера пошла на взлет благодаря протекции подруги актрисы маргарет дилла мод который представила ее дугласу фербингс барбара получила роль в мелодраме 1021 года под названием еще третья картина 1021 года три мушкетера вернулась для актрисы первым полноценным успехом собрав американском прокате полтора миллиона долларов картина с большим успехом прошла в кинотеатрах всего мира 1222 приняла предложение киностудии foxfilm снялась в роли дочери арабского шейха тема мелодраме арабской любовь где ее партнерами были барбара бэдфорд и джон гилд снялась в главной роли в мелодраме легкомысленные девицы популярность фильма в прокате была так велика что гонорар актрисы поднялся до шести с половиной тысяч долларов недель 1123 стал самым плодотворным в карьере актрисы на экраны вышло сразу 8 фильмов ее участие приступила к съемкам в комедии души на продажу режиссером и сценаристом которого был руберт хьюз дядя знаменитого миллионера и киномагната горда хьюз в этом фильме который зафиксировал лицо американского киномира этих лет в роли самих себя снялись артисты чарли чаплин сейзу питтс анита стюарт бесси лав фред ни было барбара брэдфорд кинозвезды начала 20 23 обзывалась пятым мужем сочетавшись с браком с актером джеком догерть героем вестер в сопровождении семьи уехала в италию где происходили съемки и нового фильма вечный город в настоящее время фильм считается утерянным но известно что в его эпизодах появились диктатор бенитами солинии король италии виктор эммануил 3 сыгравшие самих себя апогеем актрисы стала романтической комедии фреда небло имя тебе женщин где барбара ламар вновь появилась дуэте с рамоном наваро концу 2024 года сильно похудела при страсти к наркотикам к тому времени она перешла на героин и алкоголю сказались на ее здоровье она стала быстро уставать и подурнела внешне но тем не менее продолжала вести довольно бурную жизнь когда на киностудии узнали ее зависимости карьера пошла на спа ее организм истощенным наркотиками не справился с болезнью и 30 января 1026 года она скончалась в своем доме в возрасте 29 лет вот так вкратце из переводной википедии выборочно о американская киноактрисы танцовщицы сценаристы барбара ламар пока пока до свидания смотрим фото субтитры сделал DimaTorzok